Всем привет, вы на канале MarsRav, сайт Рокстрасть, и в этом видео мы продолжаем разбираться с SAS и подробнее остановимся на функциях. Да, SAS умеет делать функции, то есть в CSS вообще такого даже близко не существует, а зато SAS умеет. Давайте попробуем сделать функцию. Я уже ее в принципе написал, давайте только ее используем. functions.scss назовем этот файлик, также подключим его сюда, давайте пораньше чтобы он появился у нас, где нам надо, import functions, можно все это убирать, это нам не нужно, вот сохраняем и здесь вставляем функцию. Что данная функция делает? Функция называется vieww, она получает на вход значения и у нее есть еще переменная base. Что делает данная функция? Эта функция приведется очень в следующем видео по адаптиву, когда мы не будем делать сайт на единицах vieww и viewheight. Собственно, что она делает? Она берет значения в пикселях, которые у нас есть в макете. Допустим, у нас макет 1920, да, то есть у нас ширина макета 1920. Размер шрифта у нас какой-нибудь там 50 пикселей, допустим. То есть по сути вот здесь должна стоять 1920, то есть ширина макета именно, который в фотошопе у нас, да, условно. А вот сюда подставляется 50, то есть вы вызываете функцию как vieww is 50. И что она делает? Она берет вот эти 50, делит на 1920 и умножает на 100 vieww is и получается значение vieww is. Ну, например, 50 пикселей это будет нам условно, допустим, 3 с половиной vieww is. Это очень удобно, когда нам нужно сделать сайт полностью на этих единицах, потому что вы вручную переводить 50 в 3 с половиной будет достаточно сложно, а бывают значения такие, как 3 точка, вот такие вот. И как бы невозможно это сделать самому, и за нас это делает функция. Давайте попробуем это сделать. Допустим, что у нас макет 1920, да, и мы хотим для h1 задать здесь размер font-size, ну, допустим, 100. Нет, давайте возьмем какое-нибудь неровное значение, 97. Сохраним, и что мы увидим? В инспекторе кода, вот видите, 505208 vieww is. Эта функция посчитала за нас. И теперь, если мы будем уменьшать размер окна, видите, заголовок у нас тоже двигается, тоже меняет свои размеры, потому что у него размер в... ну, в данном случае, грубо говоря, в пяти процентах от размера окна, его font-size. Нам это очень пригодится. У нас будет также функция view-height, которая будет зависеть, ну, по сути, она точно такая же, только здесь будет зависеть от высоты. То есть у нас, допустим, 1080, а здесь будет view-height. И, допустим, будет у нас font-size view-height 100. Ну, мы, на самом деле, будем использовать именно view-with, но, тем не менее, на всякий случай вы должны знать, что и так тоже можно. Вот, view-height. Ну, и теперь у нас будет все зависеть от высоты. Вот. Ну, по сути, мы написали простую функцию, которая работает и здорово все делает. Функции можно множество применений найти, на самом деле, но тут уже зависит от того, что вы будете делать, как вы будете делать. И есть еще одна штука, очень похожая на функции, это mixin. Mixin — это, ну, просто, можно сказать, какой-то маленький участок кода, который тоже выполняется по вызову, но он менее, менее функционален, чем функция. Давайте напишем простой mixin, mixin media. Или давайте вводим, ну, допустим, 576 пикселей. И будет выводить здесь контент. Это специальное значение контент. И как же это работает? Допустим, мы захотим на input mobile, именно так вызывается mixin. Сейчас я объясню еще раз все детально, не переживайте. Хотим, чтобы было здесь 30 пикселей. Давайте только mixin вызовем вводить. Что будет происходить? Смотрим на h1. А будет происходить то, что у нас срабатывает медиазапрос на 576. Но мы не прописываем здесь постоянно, да, медиа, бла-бла-бла. Мы просто знаем, что у нас есть имя, мы его получаем, то есть подключаем сюда и все. То есть нам не нужно постоянно писать здесь, да, медиа, там, и так далее, и так далее. Мы создали готовый mixin, и он уже работает, и он сокращает на время. Особенно, если вы создадите mixin заранее, до проекта, то вы просто можете в проектах использовать его раз за разом, и все. Все, это очень круто, это супер, это супер здорово. Поэтому я считаю, что mixin обязательно нужно использовать. Функции, ну, здесь когда-как, вот, но тем не менее. Ну, а на этом все. У нас заключенное видео. Осталось просто показ того, что можно сделать с помощью процессоров, какую файловую систему. До скорого. Пока.